Всем привет дорогие друзья, меня зовут Юрий Аксенов и я новенький на GamePilot. Итак, давайте начнем наше знакомство с того, что я расскажу вам о пяти самых ярких и крутых головоломках первой половины 2014 года. Итак, на пятое место я поставил игру под названием Shardlands. Это качественно выполненная головоломка, в которой вам необходимо активировать какой-то древний механизм. И чтобы это сделать, вам предстоит пройти 25 захватывающих уровней. И на этих уровнях вам необходимо отыскать какие-то частички. Именно они являются целью. Но не так все будет просто. Здесь будет присутствовать большое количество различных ловушек, большое количество различных вражеских юнитов, которых вам предстоит перехитрить. Вы также некоторых юнитов сможете убивать, сможете их заманивать в места силы, где они будут гибнуть из-за взаимодействия с каким-то непонятным лучом света. Давайте поговорим теперь о графической составляющей. На мой взгляд, графика весьма не дурна для мобильных устройств, а великолепное динамическое освещение позволяет поверить в действия и в происходящее. Уровни все очень атмосферные, это все благодаря тому, что в игре присутствует достаточно спокойный и расслабляющий саундтрек. И ведь музыка тоже огромное влияние оказывает на игру. Но тем не менее, такую потрясающую игру я поставил всего лишь на пятое место. Ну а что будет на первом, вы, думаю, совсем скоро узнаете. На четвертое место я поставил головоломку под названием Geissenheit, что с немецкого переводится «Будь здоров». Но, собственно, сюжет этой игры повествует нам о маленькой свинке, которая болела, и никто из-за этого с ней играть не хотел. Но вдруг прибежали какие-то страшные свиноеды и распугали всех друзей и похитили их. Но больного поросенка не тронули, потому что у него вылетела сопелька, и эта сопелька отвлекла монстров. Но храбрый поросенок не стал отворачиваться от своих друзей, а поспешил им на помощь. И на множестве уровней теперь нам предстоит отыскать всех наших друзей и победить всех этих свиноедов. А что мы можем делать? Мы должны взаимодействовать с миром, нажимать на различные кнопки, которые позволяют нам, что делать? Открывать двери, а также телепортироваться в определенные места. На каждом уровне присутствуют три звезды, которые немножко, наверное, напоминают какие-то дикорастущие тыквы. Вы их собираете, но злых вот этих вот, как я их назвал, свиноедов вам необходимо заманить в ловушку. Как только вы всех свиноедов уничтожите на уровне, тогда уровень завершится. Поэтому будьте внимательны, и перед тем, как их всех убить, желательно соберите все звезды, и тогда будет вам слава. Вот так вот незаметно и подкралось третье место. И на нем расположилась игра под названием Кларк. В этой игре вам предстоит играть за маленького, но очень храброго робота, который очень сильно напоминает мне другого робота из очень популярного мультфильма. Но, думаю, вы поняли, речь идет о Вале. Но этого робота зовут не Вале, и речь сейчас не об этом. Что же такое произошло и происходит в этой игре? Здесь очень крутой драматический сценарий, в котором начало действий начинается с того, что на нашей космической станции произошла какая-то авария. И наша задача найти причину и исправить данную поломку. Но не все так просто. Сценарий нас заведет достаточно далеко. И в итоге мы будем уже бороться с группой враждебно настроенных роботов. Будем уворачиваться от различных лазерных ловушек и выполнять множество различных головоломок. Также на пути нашего приключения мы будем встречать множество друзей, которым предстоит помочь. И первое, кого вы встретите, это ракету по имени Клара, которая завоюет сердце нашего главного героя. На мой взгляд, весьма достойная головоломка. И, думаю, третье место она реально заслужила. Я очень долго думал, как же мне выполнить ранжирование. Что поставить на первое место, а что на второе. Но в итоге, после длительных мучений, на второе место я решил поставить очень крутую головоломку под названием The Room True. Это вторая часть легендарной The Room, в которой нас ждут новые головоломки с превосходными 3D-моделями и потрясающими визуальными эффектами. Сюжет игры достаточно прост. И вам необходимо просто разгадать секрет комнаты и перебраться, соответственно, в другую комнату. И в итоге выбраться из непонятной неразберихи. Благодаря тому, что мир полностью построен в 3D, вы имеете возможность вращать положение камеры, выбирать удобнейший обзор и изучать объекты, которые находятся, собственно, в данной комнате. Вы сможете найти множество подсказок. Вы сможете пользоваться вторым видом зрения, который открывает для вас то, что не видно, собственно, невооруженным глазом. И в итоге вам необходимо раскрыть все замки и добраться до содержимого шкатулки, который в итоге приведет вас либо же к выходу, либо же к другой главе, собственно. Головоломка просто восхитительная. Я прошел полностью первую часть и вторую, и с нетерпением жду третью. И на первое место, как вы уже, наверное, догадались, я поставил игру под названием Monument Valley, что на русский переводится как Долина Памятник. На какой-то неизвестный мифический народ обрушилось проклятие. Все люди превратились в людей-ворон, а физические и геометрические законы полностью отменились. И поэтому мы сейчас оказались в мире невероятных форм и иллюзий. В этой игре нам необходимо провести принцессу Иду через запутанные архитектурные сооружения, которые, собственно, и остались в виде памятников от этого мифического народа. Нам необходимо будет провести принцессу по различным замкам и искать скрытые дороги. То есть нам необходимо будет доверять своим глазам, потому что скрытые дороги будут появляться в результате различных визуальных и графических иллюзий. Графика в игре просто божественно и шедеврально. Эта игра, наверное, отображает все тренды 2014 года. Здесь присутствует и плоскость, здесь присутствуют и полигоны небольшие. И эта игра не осталась без отзыва множества различных критиков, как со стороны дизайна, как и со стороны. Игроков и игровых критиков. Игра получила просто уйму положительных отзывов и завоевала, наверное, звание одной из лучших мобильных игр 2014 года. Собственно, наверное, поэтому я и поставил ее на первое место. Вы, наверное, задаетесь вопросом с самого начала ролика. Что за игра была в самом начале, перед тем, как я вам начал рассказывать о пяти самых ярких и крутых головоломках первой половины 2014 года? А эту игру я решил вам показать в виде бонуса, и сейчас я вам о ней расскажу. Она называется Кивануки, и в этой игре вам предстоит провести кучку людей, паломников, возможно, каких-то монахов, через какой-то странный неоновый и полигональный мир. Игра имеет нынче модную графику, выполненную в стиле лоу-поли, и обладает достаточно интересным геймплеем, которого я еще не встречал. В этой игре вам предстоит делать мосты из людей, причем в прямом смысле. Вам необходимо будет регулировать высоту, длину моста, и потом выбирать направление, собственно, падения всей этой цепочки людей, и после этого вы сможете перебраться. Ваша цель добраться до кристалла и освободить из этого кристалла следующего паломника, и в результате чего вы в следующей миссии будете играть уже в роли него. Все миссии здесь представляют из себя человечков, которые растут все выше и выше. Что будет в самом конце, я не знаю, потому что это новая головоломка, и полностью я ее еще не прошел. Вот такой вот топ-5 лучших головоломок первой половины 2014 года я для вас составил, и еще показал одну замечательную бонусную головоломку, которую, я думаю, вы тоже себе обязательно скачаете и пройдете. Всем большое спасибо за ваше внимание, с вами был я, Юрий Аксенов, и это мое первое видео для канала GamePilot. Надеюсь, и не последнее. Субтитры сделал DimaTorzok